МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее утро начинается не так, как у всех. Сначала нужно сделать обезболивающий укол, а после принять с десяток таблеток. И так несколько раз в сутки. У женщины системная красная волчанка. Заболевание страшное и неизлечимое. Медленно разрушаются суставы, мышцы, кожа. Я не могу ни ходить, ни сидеть, ни лежать. Практически. Марина уже перенесла несколько операций на левой ноге в кредит в столичной клинике. Но самое страшное не это. Сейчас решается вопрос, можно ли спасти правую ногу. Иначе ампутация. Лечение с самого начала было агрессивным, говорит женщина. Ей давали много гормонов. Сначала ее вес поднялся до 100 кило, теперь упал до критического. Муж ушел от больной жены и забыл про алименты. В семье, где кроме Марины четверо детей, доход всего 30 тысяч в тенге. У нас первое идет раздача долгов. Потому что денег катастрофически не хватает. Потом у нас идет лекарство. Потом у нас идет коммуналка. А потом мы живем, на что остается. Было и такое, что мы сидели просто лук, соль и вода. Болезнь вылечить невозможно, а приостановить реально. Для этого врачи рекомендуют хорошее питание, грамотное медицинское наблюдение и современные медикаменты. У Марины из этих трех составляющих нет ничего. В отделе занятости и социальных программ стараются помочь женщине. Она у нас обеспечена специальным средством передвижения, то есть это креслом-коляской. Ей предоставляются обязательные гигиенические средства. Кроме этого, из внебюджетных средств ей оказывается благотворительная помощь. Вот в 2014 году в размере 15 тысяч тенге. В 2015 году этот вопрос еще не рассматривался, поскольку заявление от нее не поступало. 15 тысяч благотворительной помощи раз в году Марину точно не спасут. Срок новой операции врачи не установили. Сказали четко, копите деньги. Им много. В семье, где на счету каждый кусок хлеба, это уже прозвучало приговором. Луиза Монбаева, Дарья Пешкова, 7 News, Петропавловск. Редактор субтитров А.Семкин